Продолжение следует... ...самым разыскиваемым бойцом в 2024 году. Друзья, всем привет! Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги первого отборочного турнира GFC Pride. Кубок Спарта, который прошел в Смоленске совместно с Союзом ММА. Главный момент, кстати, который я хотел бы отметить, это, конечно же, организация Романа Жолобова. Все под ней проходит идеально, другого слова не подберешь. Ну, ребят со сборов узнают, летних наших сборов. Был очень масштабный турнир, взвешивание за сутки, огромное количество участников, огромное количество городов. Хочется отметить 23 региона от Калининграда до Камчатки. То есть, в принципе, мы всю нашу страну охватили. Мне нравится совместная работа с Союзом ММА, потому что мы можем делать такие турниры не один, не два в год, а пять, шесть, семь. И на этих турнирах отбирать потенциально ребят к себе в лигу или в команду. И важно отметить, что турниры будут проходить для разных возрастов. На этом турнире у нас были 13, 14, 15, 16 лет. Много вопросов, будут ли турниры для ребят постарше. Конечно, будут. Конечно, будут, как уже отметил Ярослав, на последующих турнирах совместно с Союзом ММА России. Керево, Брянск, Орел, Липецк, Калуга. Ну, вот сейчас мы наблюдаем за парнем, которого мы в первый раз уже видим. Это Умаров Игдар. Он победил у нас и на отборочных, и на номерных турнирах дрался. На нашем номерном турнире хочется отметить, он дрался против Азиза Сатвалдиева. Это Юльный проспект из Тюмени. Очень яркий парень и очень классный бой показали. Как говорится, вот такой вот близкий, интересный бой. Тогда судьи были на стороне Азиза, я бы с радостью Криваш посмотрел на самом деле. Ну вот, как подрастут, можем устроить. Я выиграл два боя, сложности не почувствовал. Соперники не моего уровня были. Степа Цицорин классный, классный проспект. И обязательно нужно отметить то, что у него есть старший брат Цицорин. И они два брата приехали к нам на сборы. Они два брата приехали на этот турнир. И старший брат секундировал младшего на этом турнире и довел его до финала. То есть, на победу. Это очень тяжело, на самом деле. По своему опыту секундирование скажу, что порой, когда секундируешь близких друзей, например, проще самому выйти подраться, чем из угла подскажешь. Вот так вот сердце стучит. А когда это родные братья, которые каждый день вместе, все у них вместе проходит. Ой-ой-ой, я представляю, какие эмоции. Можно шейху забрать, стащить его голову вниз. Смотри внимательно. Я приехал за поясом, и я Аль-Кандрюля его забрал по воле Всевышнего. Судьи победили по очкам, одержа лоятся из синего угла. Мара Калькар, тебе в руку красный угол Калиброва и говорит им, по этому поведу не стану. Рыба, правый! Рыба, шеи опять! Рыба, шеи! Держись! Абдулдж, давай! Рыба, шеи! Классная работа, хочется отметить, связку между бойцом и тренером. Вот это умение слушать угол, быстро выполнять команды, это, ну, если не 100, я бы отдал процентов 60 залога успеха. И вообще, даже когда они на трибунах сидели, вот ощущалось, что ментально с тренером прям очень близки. Это классно. Вот, 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 и до конца. Стань, стань, и уникать. Вот, до конца ногу. Да, все, есть. Саша, 10 секунд. Как раз перед этим турниром мне позвонил Камил Гаджиев и сказал, что на наш турнир собирается один парнишка, которого ведет его очень близкий товарищ. И сейчас мы наблюдаем, как он достаточно ярко выступил, став вторым на этом турнире. Но это никак не уменьшает его заслуг, потому что все его бои были очень яркие. И мы дальше будем за ним смотреть. Мы еще очень сильно готовились. Я подхалок в туалет, тренировался всю осень и показал свое мастерство. О, Марат Абдрахманов, участник наших летних сборов. И опять отлично себя проявил, стал первым. Хочется отметить его работу по корпусу. Очень хорошо пораздряжался. Да, парни впалили, сказали, финал забрал прям явно. Вот, хорошо. Не так просто работать на самом деле без ударов в голову, так как на тренировках они практикуются. Но здесь ребята ноги вот раскрываются. Вот по этим ударам даже видно, что они идут не на очки, а чтобы нанести прям реальный урон и попытаться сделать досрочно. Сразу вспоминается наш новый чемпион, проект GFC Pride Management, Дэвид Самуэль, который недавно стал чемпионом промоутерской компании «Наше дело». Как раз таки ударом в корпус. Кто не видел, обязательно посмотрите. Вот Наташа Сидникова, тоже участница наших летних сборов. Хорошо себя там проявляла. Она прилетела с Камчатки. Ничего себе, просто с другого конца России. У нее не нашлось соперниц. Она поднялась на две категории выше, шла за поясом. Но, конечно, весовые категории не зря придуманы. И, объективно, ей было тяжело выступать. Мне в своем весе победа ушла из рук, но... У таких девочек всегда все получится. Главное не вешать нос, идти дальше за победами, и все будет. Пора подвести итоги этих отборочных. И первыми стали команды из Санкт-Петербурга. Вторыми стали ребята из Москвы. А третьими стала команда из Тюменьской области. Что, закономерный результат. Единый Питер возвращает звание столицы единоборств к себе. Хотелось бы отдельно поблагодарить каждого участника этих соревнований. И желать больших стартов. Ребята, спасибо вам за ваше участие, за ваше стремление, за ваши цели завоевывать. Все и везде вместе мы развиваем наш спорт. На взгляд главного судей, турнир прошел прекрасно. У нас было минимум вопросов. Очень сладко сработались и судьи, и тренеры. Поэтому всем все очень понравилось. Спортсмены довольны. Самое главное, без травм. У нас их было по минимуму. Поэтому все прекрасно. Ребята, ну вот и закончился турнир. Всероссийский турнир Кубок Спарты. Джинси Прайд. Было 23 региона. 160 человек участников. Так скажу вам честно, уровень боев такой же, как и на первенстве России Союза Ума. В следующем году нас ждет этот же турнир. Мы добавим еще возрастную категорию 16-17 лет. Я думаю, что нокаут страстей будет еще выше, еще больше. Хочу поблагодарить всех наших партнеров и друзей, кто нам помогает в организации этого мероприятия. Лигу GFC Прайд и развития дальнейшего продвижения своих бойцов, успехов. Ну и будем надеяться, что в настоящем году все получится. Все, спасибо.